Ледоход ждем. Все зависит от ледохода, как он пройдет, как поведет себя. Скопление льда сейчас главная головная боль для специалистов. Особенности строительства моста таковы, что всю зиму рабочим приходилось держать май, но в связи с этим образовались наросты толщиной до полутора метров. Необходимо произвести взрывную работу. Может возникнуть скопление большой льда и может повредить уже наши разведенные конструкции. А их, к слову, уже немало. Визуально можно наблюдать практически все основы будущих опор. Возводят их разными способами. Сейчас мы находимся на технологической площадке, которая предназначена для строительства пятой опоры. По такому же принципу будут строить и шестую. А вот вторую, третью и четвертую возводят с воды. Как можно видеть, сейчас работы в активной фазе и неоценимую помощь специалистам в этом оказывает флот. Строительство идет круглосуточно. Задействовано почти 400 человек и 60 единиц техники. Неудивительно, что такая армия создает немало шума. Особенно в процессе забивки свай. Звуки слышны даже в городе, говорит мэр Нижнекамска Рамиль Мулин. Проектировщики замеряли шум и говорят, что шум, который здесь происходит, он не превышает критическую норму. Поэтому проектам не предусмотрели какие-то шумозащитные экраны, потому что, я думаю, у нас в ночное время в основном. Потому что город затихает, все затихает. Зато результат виден невооруженным взглядом. Сейчас работы ведутся на 20 опорах из 22. Самое высокое будет доходить до 42 метров. Так что специалистам еще придется сворачивать горы. В прямом смысле этого слова. Такие огромные денежные и людские ресурсы расходуются далеко не просто так. Для Нижнекамска трасса и мост имеют важное значение. Рамиль Мулин даже называет ее дорогой жизни. Мы всегда были логистическим тупиком. Это в какой-то мере сдерживало развитие и транспортный транзит, и функциональный транзит, и транзит для людей. Поэтому я считаю, что это очень важная дорога, которая даст вторую жизнь городу, району. И даст толчок развития экономики. Ну и в целом это выход город Казань в течение двух часов. Поэтому надеемся, что к реализации этого проекта мы и сами поймем, какова важность этой дороги и как она нужна будет. До этого момента осталось не так уж и долго. Работы идут по плану. Кстати, Рамиль Мулин предложил больше показывать и рассказывать о том, как продвигается строительство. Таких грандиозных строек в Нижнекамске не было давно. Так что этот проект после сдачи точно войдет в историю. Александр Халин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.